Но видите, вы говорите о возрождении России. Видимо, Путин этого не хочет. Его, понятно, сейчас все устраивает, и он хочет, чтобы это все сохранилось. В Кремле вы знаете, что решили еще больше проутюжить и причесать мозги? Как вам вот эта идея, как его, депутат Госдумы от Единой России Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы произведения, которые не прошли, цитата, не прошли испытания временем, не соответствуют действительности или же содержат сплетни в виде версий? И предложил этот чиновник начать с Александра Солженицына. Его архипелаг ГУЛАГ считает недостойным, чтобы изучать в школе. Мол, Солженицын там вымарал в грязи Россию. Как вам такая идея? О каком возрождении тогда? На чем? Конечно, Путин сейчас думает только об одном. О сохранении своей жизни. Понимаете, он поражение, вот, очень характерно. Это другая тема, видимо, не сегодняшняя наша беседа, но нельзя к ней не вернуться. Вот то разочарование, которое мы испытали, ну, со сравнительной неудачей последнего Рамштейна. Вообще-то это был очень крупный пакет вооружений, в принципе, стратегически. Это очень позитивно, но мы ждали большего. Ждали полного выполнения того, как называемого, заказа генерала Заужного, включая боевые танки для осуществления наступления. И, в общем-то, Москва была к этому готова. Я вам... Вся неделя вот эта предшествующая Рамштейну была наполнена обсуждениями поражения. Слово поражение было основной раз. Если провести контент-анализ всех передач, там основное поражение. А не поэтому себе на голову эти системы ПВО ставят? Ну, конечно, конечно. А вот я вот... Со мной могут поспорить многие. Мне кажется, упущен очень большой... 20-го упущен очень большой шанс. Если бы программа была реализована так, как она намечена была за этого до день в той ученщике со всеми этими танками, произошел бы серьезный психологический и надлом режим. В доказательстве я приведу вам следующую вещь. Как раз за день до Рамштейна на разных пропагандистских каналах одновременно появился один и тот же новый темничек, который озвучивали самые яростные ненавистники Украины, такие бешеные фашисты, кричавшие до этого, как мы уничтожим Англию, Германию своими ядерными взрывами. Темничек заключался в следующем. Даже если нам придется отступить на границе 1991 года, это не будет поражением. Это будет нашей победой. Мы сожмемся, как пружина. Мы будем еще больше ненавидеть Запад и украинских нацистов. И мы не поддадимся провокации Запада, которые бы хотели втянуть нас в ядерное уничтожение. То есть готовность отступать. То есть они еще раз показали, что все эти крики о ядерном оружии – это только шантаж. Никто из них ни в рай, ни подыхать на кладбище не собирается. Они думают о поражении. И, собственно, посмотрите на все эти ЧВК. Зачем частные армии? Их уже больше десятка. Они не нужны для войны с Украиной. Частные армии создаются для громадного передела собственности, для борьбы за эту собственность после поражения. Потому что с поражением уходит неизбежно Путин. И они самые близкие к нему группировкой становятся бесхозными громадными активами. Вот о чем думали в Москве накануне Рамштайна. Но вот эта очередная нерешительность Запада давала им еще возможность просуществовать несколько месяцев. Но она только отложила. Отложила это неизбежно. Вот я наблюдаю внимательно за политической реакцией на Западе. Это поведение немецкого правительства вызвало большое возмущение. И я абсолютно уверен, что эти танки будут даны в полном масштабе. И голландская правительство заявила, что она готова предоставить уже F-16. То есть пойдет в авиацию. Но это отложено. Путинский режим получил, пока все это соберется, будет освоено украинскими экипажами 2-3 месяца. И путинский режим получил 2-3 месяца отсрочки. Но и все-таки вот эти системы ПВО, которыми обкладывает центр Москвы Путин и свою резиденцию на крышах зданий, поставили эти панцири. Скажите, а это Путин действительно допускает, что эти системы будут работать и что-то сбивать? Или, как многие предполагают, это элемент некого психологического мощнейшего давления на россиян? Мол, видите, до чего дошло? Бегом все воевать за родину. Ну, одно с другим связано. Но прежде всего, еще раз повторяю, весь мой анализ путинских действий, пропагандистских маршин, был 19 января. Москва была в панике. Она ждала приговора 20-го, полного набора вооружения, необходимого для выступления. И вот сейчас они немножко выдохнули. Слушайте, а многие предполагают, и сегодня глава Евросовета Шар Мишель говорил о том, что ближайшие 2-3 недели, он сказал. Не несколько месяцев, как многие эксперты ранее говорили, что что-то будет переломный момент и будет понятно. Почему-то 2-3 недели называется. Что может случиться? Да, ну что случится, очевидно. Они получили окно возможностей 2-3 месяца, и они пытаются использовать его. Используют те ресурсы, которые у Путина имеются. Ресурс только один, эти тела мобиков. Они подготовили и с той мобилизацией, которая проведена, была поздней осенью. У них есть сейчас примерно 150 тысяч неиспользованных морем. Вот они немедленно бросят их и запущат новую волну мобилизации. Собственно, она никогда не отменялась, она идет. Вот пока вот этот Запад одумается, наконец, и вся эта помощь будет оказана, и достали на Украину. Они попытаются использовать это окно возможностей для наступления на Донбассе в Запорожье. Ну, оно будет проходить по таким же лекалам, примерно, как предыдущие месяцы, по трупам. Если еще остались заключенные, не мутилизированные по трупам этих заключенных, но и по трупам рядовых мобиков, они будут продвигаться, занимая там один, другой, какой-нибудь третий городок. Андрей Андреевич, а вот это невероятное количество жертв. Наша официальная цифра сейчас, да, там 120-122 тысячи убитых российских солдат. Марк Милли на том же Рамштайне назвал 188, если я не ошибаюсь. Невероятное количество человеческих жертв со стороны армии России. А это же значит, за каждым убитым солдатом стоит семья. Это два, три, четыре человека. Все вместе, ну, это уже более, почти миллион уже, да, пострадавших. Неужели семей, которые переживают горе, утрату, неужели эти все люди ни на что сейчас не способны? Неужели они так и остаются вот подавлены этой пропагандой, этими кривлемскими нарративами? Не следует нам рассчитывать на какой-то народный гнев и бунт в России? Ну, мы увидим это в самое ближайшее время. Будет ли реакция вот на новую? Вот те 200 тысяч или 300, которых они забрали, они забрали практически безболезненно, без серьезного сопротивления. Сейчас им нужно забрать вторую порцию, такую же громадную, несколько сотен тысяч человек. Вот мы и увидим, удастся ли им это сделать или это вызвет какую-то серьезную реакцию. Что ж, как вы и сказали, Андрей Андреевич, все надежды сейчас на украинский народ и нашу армию, только мы можем переломить ситуацию и будем надеяться, что помощь такая нам необходимая в виде танков и самолетов будет. Это все прекрасно понимают наши друзья на Западе. И реакция была единодушная. Почитайте прекрасные слова польского премьер-министра. С гневом он обращался с Германией. Мы все равно победим, мы все равно окажем помощь. А вы что хотите, беречь свои танки, пока они, пока Украина не проиграет, и эти танки, русские танки не окажутся в Берлине? Это прекрасный новый в Соединенных Штатах, между прочим. Руководителем комиссии по иностранным делам в палате представителей, где сейчас нам известно большинство республиканцев, назначен МакКол. Он большой друг Украины и сторонник поддержки Украины. Он потребовал американского полиции. Но если эти немцы там выкабениваются своими танками, так давайте пошлем им там Абрам, сколько им нужно. 10, 20. То же самое потребовал Томас Грехом, видный Сената, который как раз в эти дни находился, надеялся в Киеве. Я думаю, что это сопротивление этой ливерной колбасы Шольца и старого путинского агента Петроутеса. Я посмотрел его биографию. Он 10 лет возглавлял бесконечные комитеты дружбы Германии и России, германского бизнеса и так далее. Это же наследие Шрэдера. Оно очень велико. Я надеюсь, что Анна Ленберг-Бок поставит вопрос сейчас о другой коалиции. Она может вместе со свободными демократами организовать коалицию с христианскими демократами. У нее эти трех партий большинство, и они стоят на... То есть я уверен, что все это, вот эта неудача, она даже наоборот, она подстегнула Запад. И эта вся помощь, необходимая ли победа, будет оказана. Но это займет месяц, 2-3 месяца. Да, будем надеяться. Спасибо, Андрей Андреевич. Андрей Пьянковский, политолог, публицист, друг канала Freedom, был сегодня в нашем эфире. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова